Я Семиглазова Лиховская Лидия Сергеевна Родилась в 1935 году в Красном Солине Ростовской области. В 1939 году моя бабушка умерла, и мы переехали в Красюковку жить. Папа пошел сразу на завод имени Буденного, мама в колхоз и дедушка в колхоз. А я, было мне, наверное, лет 6 или 5 даже, я пасла гусей. Выгоню гусей и по пасу, и пришла. И это день 22 июня. Такой день солнечный был, такой не предвещало ничего страшного. После обеда у нас радио на кухне черное, тарелка висела. Объявили, фашистская Германия напала на Советский Союз. Все тогда стали сходиться у кого радио до нас сюда. И под вечер стали идти мотоциклы из-за угла тяжелые. Много угол такой, видно, по той улице шли мотоциклы и танки. И по нашей улице танки прошли. Темно было в хуторе, ничего не видать было. Прошли эти потом машины. Первая машина, пришла кухня. Прямо во двор к нам и в огород, прям по кабаках, по картошке. Тогда все приехали еще машины, немцы приехали. Огороды тогда не были обгороженные. Побегли по дворах, по сараях тянуть и курей, и гусей, и уток. Четверо немцев тянули кабана хорошего, кабанчика так, за ноги. Он кричит, до тех пор кричит. И стали тогда обдирать все, готовить есть. А у нас были и гуси, и куры, и овцы, и корова была. А у нас ничего не трогали. Думаем, почему у нас ничего не трогают. Когда вечером сидим у хати, а заходит офицер немецкий. Занес большой арбуз. И сели мы за стол есть этот арбуз. А он вытаскивает с кармана фотографии и говорит, это моя жена, дочь и сын. А он, оказывается, русский. По-русски все говорит этот офицер. И говорит, мол, если бы Гитлер нас не заставил воевать, мы бы никогда бы на Советский Союз не пошли войной. Ну, потом, недолго это, эти немцы уехали. А танки пошли прям за школу. Та школа, где клуб, школа была старая. Она с этой мамой училась, а дети мои, я училась там. А ушли, уехали немцы эти, другие приехали. А в 42-м году, зимою, приехали в белых халатах, капюшонах у белых. Позгоняли нас с кроватей. Но мы с мамой ушли на кухню, а они определились уже в доме. А у нас русская печка была на кухне. Мы позалазили с сестрой Зиной на печку. А там, а нам есть хочется сухари. Нашли сумочку, давай рысь здесь. Поели эти сухари. А немцы, пришел один, навел малярованное ведро, полное блинов. Придут двое там, трое, нажарить, поели и пошли. Нажарить, поели и пошли. Нам ничего не приглашают, ничего не дают. Потом, это в 42-м году, а в 43-м году уже начали бомбить. И наши сбили немецкий самолет там, где школа новая вот наша. Там стояла конница, ветки были, тютины, прям полоса была. И кони попривязанные. Самолет сбили. И мы побели, смотри, такая яма. Там и лошади, и люди, эти солдаты, все в этой яме. Ну, солдат повытаскивали, похоронили на нашем кладбище. Там стела стояла такая кирпичная, побеленная, кто-то побелил ее. И мы всегда на Пасху носили туда паски, яйца и печенье, конфеты. Висела, это, там, как вот горит свет? Свет горит, свет горит, лампадочка и звездочка красная. А фамилий ни одного не было там, кто похоронитый. А потом, сколько лет я ходила на кладбище и ходила к этой стеле, всегда носила. А потом уже как-то поехали, уже я больная была. И глянула, нету. Кто-то свалил, видно, эту стелу и разрушил. А может, оно так и не по фамилии не понаходили, не знаю. Может, в сельском совете и были эти фамилии. Получается, да? Да, и вот никто даже не спрашивает их никогда за этих солдат, не знаю я. Ну, а потом, в 43-м году еще немцы пришли, остальные. А они холода боятся, прячутся у теплой. А потом, как стали стрелять наши, до тех пор стреляли, летели эти осколки, у нас каменная стена была, разрушенная вся. А папа, когда поехал на работу, уже больше он не проходил домой. Он как чувствовал, что попрощался с нами, поцеловал и ушел, и больше мы его не видели. И в 42-м году пришла похоронка с Украины, на Украине, без вести пропал он. У меня было, наверное, лет 10, а так я с бабушкой одной ездила у госпитального Черкасса. И это, прямо палату нас завели, там солдаты, и то без рук, то без ног, то, ой, страсть Господня. И я пела песню вот эту «На позицию девушки». «На позицию девушка, проложала бойца, и петь мог по риме, а в окоши ноги, все горело огонь». «На позицию девушка, проложала бойца, и петь мог по риме, а в окоши ноги, все горело огонь». «На позицию девушка, проложала бойца, и петь мог по риме, а в окоши ноги, все горело огонь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова